Никиту Клагриева подозревают в употреблении запрещенки. Амина в новой песне намекнула на отношения с Кридом. Егорик застрял в Дубае, даву спалили с новой второй половинкой, а у Литвина украли кучу энергетиков. Всем привет, это канал Аукблогер. И сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топче. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и погнали. Ещё одна участница «Пацанок» показала, что сущность человека никакими проектами не изменишь. Осенью 22-го года Анна Тихая из шестого сезона без причины избила незнакомую девушку на остановке, нанеся ей черепно-мозговую травму и множественные переломы. Та после госпитализации написала заявление, больше года шло разбирательство и наконец-то вынесли приговор. Учитывая все обстоятельства, в том числе наличие у Тихой дочки, на данный момент ей 9 лет. Назначили год и 5 месяцев ограничения свободы. Это, кто не знает, не тюрьма, она остаётся дома. Но теперь ей нельзя выходить из квартиры после 10 вечера, выезжать из города без разрешения, а также нужно регулярно отмечаться. Помимо этого, выпускница школы-леди должна выплатить 300 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшей. Наказание вполне лояльное, можно сказать, легко отделалось. Не перестаёт удивлять приложение Лайки, где продолжают хранить известных блогеров, а модераторы на это не обращают внимания. В этот раз завирусился фейк о якобы смерти Миланы Некрасовой после ДТП. Как всегда, у ролика закрыты комментарии, а доказательства можно посмотреть в каком-то паблике за кучу подписок. Кто-то на это продолжает вестись, хотя достаточно было заглянуть в какую-то из соцсетей Миланы, чтобы увидеть свежий контент и понять, что с ней всё хорошо. Подозревают в очередной утки для пиара и Мишу Литвина. Он под вечер неожиданно поделился историей, произошедшей с его компанией энергетиков. Им в чат руководителей скинули оперативную информацию об угоне двух фур, в которых якобы находилось 40 тысяч банок напитка. С одной стороны, да, о таком можно соврать, так как проверить достаточно сложно. А кто-то из СМИ об этом напишет, дав большую узнаваемость бренду. Но с другой, ситуацию именно для хайпа можно раскрутить было поинтереснее и помасштабнее. Больше похоже на правду, хотя доля сомнений остаётся. В новогодний отпуск одними из последних улетели инсты «Самка» и «Манекен». Им обоим одобрили Шенген в Европу, благодаря которому они отправились в город всех влюблённых – Париж. Олег сразу дал понять, что отдыхать они собираются на полную катушку. Даже номер выбрали один из самых лучших за тысячу евро в сутки – это примерно 100 тысяч рублей. Там три этажа, куча комнат, огромный стол, несколько туалетов и много чего ещё мало необходимого, которым они ни разу не воспользуются. А вот в непредвиденные расходы вляпался Егорик, заостряв в Дубае перед самым вылетом обратно домой. Парень умудрился потерять загранпаспорт, не имея даже понятия, где именно это могло произойти. Короче, мы всё обыскали, обзвонили во все места, в которых были. Мы были в Абу-Даби, в мечети, мы позвонили, там нету. Короче, сейчас я вообще не знаю, ну типа я вообще не знаю, где он может быть. Единственный вариант, который остаётся, это реально идти в полицию, получить разрешение, потом в консульство, ждать много дней и только потом вылетать. Данные кружочки были записаны почти два дня назад и спустя столько времени Егорик пока не выходил на связь. Скорее всего, он пытается через полицию и консульство добиться вылета в Россию. Проблем возникнуть не должно, но нервов, времени и некоторого количества денег блогер лишился. Из-за природных же обстоятельств не может вылететь домой Дава, который сейчас находится в Африке на острове Маврикий. Там идут ливневые дожди, основные улицы затоплены, аэропорт закрыт до улучшения обстановки. Благо, артист там хотя бы не один, отдыхает вместе со второй половинкой. Помните, были подозрения, что он улетел вместе с певицей Мари Крайбрери и кажется, они подтвердились. Фанаты по маникюру, а также по заднему фону в историях поняли, что бывшая парочка всё же сошлась. Прям вместе их пока не ловили, но если это не мимолетная история, в Москве ушлые папарацци где-то доберутся до желанных кадров. Нового кумира и звёзд старого поколения эстрады обрела Юлия Гаврилина. Ещё в декабрьском флэш-интервью тиктокерша поделилась, что в свободное время посмотрела фильм о жизни певицы Ирины Аллегровой. Её настолько поразил путь и стиль жизни этой женщины, что она даже начала мечтать о совместной с ней песне. Очень нравится Ирина Аллегрова. Я не знаю, странно это звучит или нет, но по мне она просто богиня. Вообще я бы любую песню с ней спела, если честно. Я смотрела с ней документальный фильм полтора часа. И я на самом деле прям загляделась, я думаю, ну господи, какая, во-первых, она эпатажная очень. Ещё и какая она в молодости, ну, горяча была. Она сейчас не менее горячая штучка. Извините, пожалуйста, Ирина! На новый трек, но сольный, вдохновила Амину путешествие в Таиланд. Там, сидя вечером в номере на кровати, она набросала пару строчек в заметке. После накинула инструментал и получилась такая демка. На неё ещё прям там сняли муд-видео, но больше всех зацепила строчка из текста. Не увижу так долго, вспоминай почаще, и как наступит весна, вернётся моё счастье. Тендерли после расставания со своим молодым человеком восстановила активное общение с Кридом, а фандом вновь начал их шиперить. Есть куча эдитов с милыми моментами, поэтому подозрения об их отношениях не совсем беспочвенные. Егор как раз надолго улетел в Лос-Анджелес и вернётся только в начале весны. Пока всё на уровне догадок, посмотрим, получат ли они какое-то развитие через два с половиной месяца. Серьёзные обвинения в СМИ пошли в сторону актёра Никиты Калагриева. К нему сейчас и так не лучше отношения из-за постоянных высокомерных высказываний, кто хороший актёр, а кто нет. А тут ещё обвинили в употреблении запрещенки и неподобающем поведении. Один из инсайдеров отечественной киноиндустрии, без имён, но с явным намёком на Никиту, рассказал, что тот прям при всей съёмочной группе принимает какие-то препараты, и это явно не аспирин. А также частенько вымещает свою агрессию на беззащитных девушек-ассистенток по поводу рабочих моментов. Доказательств никаких нет, только анонимная информация с площадок от тех, кто, видимо, с этим столкнулся. Да и вряд ли кто-то решится публично выступить с обвинениями. Слишком много пересечений в индустрии, человек за подобный слив может навсегда лишиться работы. Жена же Калагрива, с которым они расстались, но разводиться не стали, в новом комментарии журналистам про высказывание мужа за него заступилась. Она отметила, что он является отличным папой и заботливым семьянином. Всегда много и упорно работал, чтобы стать тем, кем сейчас является. По поводу жилищных взаимоотношений актёра с другими людьми оценку давать не решилась, оставив это на дальнейшее усмотрение мужа. Если вы вдруг наткнулись на просторах интернета на какую-то интересную новость, наблюдение, фотку, историю, комментарий или что-то другое, вы всегда можете этим поделиться со мной в специальном телеграм-боте предложке. На экране сейчас есть ссылка, она также продублирована под каждым роликом в описании. Всё, что туда поступает, я читаю, вижу, не всегда получается отвечать, но я стараюсь. Обещаю вам полную анонимность, никому личность за сливы и эксклюзив раскрывать не буду. Это большая помощь в создании выпусков, так получится вместе находить всё самое интересное и освещать в будущих роликах. Заранее всем спасибо. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.